Представляю ваше внимание отчетного города за 2019 год. Смотря на то, что доклада доклада это акт деживодный, все равно я считаю, что это тот момент, когда мы, вот все коллеги, которые сидят здесь поддерживают меня, это отчет наш перед вами, вашими циклами, жителями города этой работе, которую мы поделали в течение 2019 года. Для того, чтобы перейти к теме доклада, я хотел бы напомнить вам последний слайд презентации прошлого года, это сдача 2019 года. В своем докладе я постараюсь раскрыть и дать ответы на все вопросы, которые затронуты вот здесь, вернее, поставлены вот здесь, на этом слайде вы увидите. И мы вернемся к нему в конце. Но, пожалуйста, чтобы погрузить вас в ситуацию начала прошлого года, я напомню вам некоторое значение цифр, которых мы начинали у нас в этом. Так вот, за основу были показания до 2018 года бюджета. Вот наши цифры, вот долг муниципальный, 55 миллионов рублей, и 100 тысяч рублей, да, в самом основном. Это тот профицит, который у нас образовался, ну, по несчастью, что называется. И вот наши вызовы. Задолжен по уплате взносов региональный фонд, 8,7 миллиона рублей, накопленный от 2014 года. Вот, 3,1 недостаток на неотложные нужды, 5,6 недостаток на полном устройстве. И 1,6 миллиона рублей, не хватало уйти на софинансирование расходов, связанных с модернизацией библиотеки. Это, чтобы понимание было. Тем вопросом, который мы решаем в течение 2015 года. Ну и возвращаясь к имя основного дела, то, что ведет нашего города, социальный блок занимает, в порядке, 73-75% в целом финансово. Левиную долю из этого блока занимают вопросы, связанные с финансированием отрасли образования. Она самая большая у нас. И поэтому я хочу начать с этого вопроса. В 2018 году мы вместе с вами начали работу по модернизации сети образовательных организаций города Мазара. В 2019 году мы ее продолжили. Итак, на начало года мы имели 10 образовательных организаций. В 2019 году их стало одним. Если вы знаете, что 17-я школа у нас в качестве филиала присоединена к школе номер 3. Плюсом мы получили 10-34 человека в принципе полгода. У нас увеличилось количество ребятишек, которые пришли в школу за ушедший год. Детские дошкольные образовательные организации. Их было 14, стало 11. Здесь мы наблюдаем снижение на 64 человека. Это объективные показатели. Демография уже так сложилась. Два учреждения дополнительного образования. Мы работали год с плюсом. 97 человек у нас увеличилось количество ребятишек, которые посещают их. За одним минусом. Из одного дома, приема в одно дом, у нас перешел объектив с пунктом. Понимаете, мы говорили об этом не единожды уже. Из системы спорта в одно из образовательных учреждений у нас пришел, например, у школьников. Пришел загрязный лагерь с пунктом. И здесь же я хочу отметить сразу за характерную ситуацию. Если в прошлом году у нас был большой дефицит мест дошкольных образовательных учреждений, в этом году мы, я докладываю вам на это, на мой взгляд, приятная новость, у нас очередь 800 человек, но актуальной очереди нет, ноль. То есть любого ребенка возраста от полтора до шести лет мы сегодня имеем возможность прийти дошкольного образовательного учреждения. А актуальной очереди прийти в городе Назарово нет. Финансирование области образования, оно у нас с плюсом 14% в данном 2018 году. Хочу отметить средства, полученные от предосящих дохода деятельности, 6,7 миллиона рублей. 5,2 было в прошлом году. Мы увеличили этот аспект нашей деятельности. Я считаю, что сделали правильно. Вне бюджетные источники 44,6. Тоже значение больше уровня 2018 года. Это родительская оплата, все, что с этим связано. Качество образования. По итогам аттестации девятиклассников у нас все девятиклассники сдали экзамены, все прошло хорошо. По государственной итоговой аттестации у нас 4 выпускника на очень-завочной форме, получили все остальные, сдали должный образы на уровне 2018 года. Здесь прорыв у нас не произошло. В качественном отношении это вот осталось на уровне как и того. Показатель, который был у нас в 2018 году. Арктивизуя то, чем занималась система образования в 2015 году, хочу отметить, что любимую долю сил, средств и энергии было направлено на то, чтобы создать достойные, комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. К этому посвящено было очень много сил и средств. Итогом этой работы стала разработка муниципальной модели инклюзивного образования, муниципальной модели инклюзивного образования, модели инклюзивного образования всех образовательных организаций, детских школ и садов города. Детские сады на сегодняшний день посещают 30 детей-инвалидов, 180 детей с ограниченными возможностями здоровья, открытые 10 групп компенсирующей направленности, 47 групп комбинированной направленности. Было всего 29 в 2018 году. Сейчас посвящают 1068 ребятишек. В прошлом году это значение было 600 человек без двух ребятишек. Поэтому мы серьезно провели на решение этого вопроса. В текущем году мы сделали задел и на 2020 год. Хочу отметить сразу, что по данным итогового финансового года по системе образования у нас отсутствует просвещенная кредиторская задолженность. Но это не говорит о том, что мы все предписали на зонах органов, которых у нас много, только 30 миллионов рублей, мы их выполнили. Нет, многие из них остались невыполнены, хотя значительную часть этих вопросов мы сняли. На подготовку учреждения и образования к школе в 19-м году мы потратили более 9 миллионов рублей. Там были деньги, привлеченные с субсидией краевого бюджета. Мы с вами принимали решение, вернее, вы принимали решение, больше миллиона к тем значениям, которые изначально планировались, мы добавляли буквально весной прошлого года. Плюс много средств было потрачено за счет собственных средств учреждения и системы образования. Вместе со всей Россией, с Краснодарским краем наша система образования активно включилась в реализацию национальных проектов. Год был стартовым. Мы заключили соглашение с Министерством образования, где по каждому из этих региональных проектов, по их севернике, нам поставили цели, задачи, определенно финансирование. 19-й год был стартовым, поэтому некоторые проекты только начали мы реализовывать, а привезли на планы на 2020-2021 год. Я могу, честно говоря, раскрыть содержание каждого из этих вот проектов, но хочу обратить ваше внимание вот цифровая образовательность. Думаю, что за этим проектом большое будущее. Почему? Потому что ко мне обращались жители города, звонили и говорили о том, что их, кого-то по их мнению заставляли, кому-то предлагали настоятельно активно поучаствовать в этом. Это действие было новое и не всем понятное. Поэтому, чтобы не было приватухов, я хочу об этом несколько подробнее рассказать. В течение последних лет в системе города ведется работа по созданию чекольных политических информационных центров, которые рассматриваются как основной и дидро цифровой образовательности для школ. В 19-м году школа отработали механизмы реализации программ общего и дополнительного образования с использованием современных цифровых технологий и сервисов учебных платформ. На каждой северной платформе есть свой сервис. Учи.ру, Глобала, Яндекс.Учебник. 3278 школьников в учебном году, 18-19 год, воспользовались данными ресурсов, что составляет около 63% от общего количества обучающихся и видишь. Естественно, что они работали многие с родителями, поэтому эта структура, вернее, эта модель образования, она была в принципе новой. Родители не учились по таким моделям, от сюда возникали вопросы, связанные с реализацией вот этого проекта. У нас в результате конкурсного отбора 9-я школа и лицей номер 8 определили для опробации национных моделей в условиях построения цифровой образовательности и среды школ. В 9-й школе опробация национных моделей обучения в сфере техн plus и технологий, смешанного обучения в основной школе с использованием воздружности электронного учебного пособия 0.1 математика в условиях построения цифровой образовательности и среды. Цель номер 8 – это апробация инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологий смешанного обучения в начальной школе с использованием возможностей образовательной платформы Яндекс.Учения. Я хочу отметить, что по каждому из этих направлений региональных проектов, и поэтому в том числе, мы определили задачи. Они есть в моем докладе. Вот по этому конкретному региональному проекту, настоящее внедрение цельной модели цифрового образования среди школы номер 2, школе номер 9, обеспечить апробацию инновационных моделей школы 9 и Организовать обучение не менее 15% обучающихся по программам общего дополнительного образования с проверением цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения. Организовать обучение не менее 3% обучающихся по программам общего образования с использованием цифровых образовательных платформ, горизонтального обучения и информального образования. Поэтому такой на первый взгляд замудренный, плохо ложащийся на слух проект, но тем не менее детям он понравился, дети работают. Родители тоже привыкают к нему, и я думаю, что у него большое будущее, потому что возможности он открывает для обучения не сопоставимо больше ниже чем. Два слова хочу сказать о другом проекте «Учитель будущего». Он подразумевает, вдумайтесь, в будущем году, в 2020 году, 100% повышение квалификации и аттестации у всех руководителей образовательных организаций города Назарова. И 47, по-моему, педагогов у нас запланировано обучить в этом году вам вот этого оригинального проекта. И у него тоже есть свои цели, задачи и так далее, и так далее. Все это прописано в соглашении, которое мы подписали с Министерством образования и которое, международно, будем реализовывать в течение 2020-2021 годов. Приятно осознавать, что система образования в городе не стоит на месте, она развивается и подпитывается новыми кадрами. За 2018-2019 год мы выделили жилье всеми специалистам, существенным образом укрепили в этом отношении в преподательском плане коллектив преподавателей школ. Кому-то из этого удалось получить лично в этом условии. Кто-то получил живое помещение впервые. Город принял участие в конкурсе. И я так понимаю, что в этом году мы должны получить земский учитель, в основном он называется, правильно? Земского учителя сюда, который приедет к нам в город Назарова. Надеюсь, что он найдет здесь благодарных учеников, заботу и вниманию моего окружения. Муниципальный комплекс МИР в течение 2019 года мы реализовывали, он назывался «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации». Напомню, что ушедший год был памятным годом и юбилеем Красноярского края, поэтому вот этой стратегией мы в течение всего года работали над патриотическим воспитанием наших юридических. Парагировали, занимались программами российское движение школьников и так далее. И год прошел в плотной работе по этому направлению. Там на слайде, потом, дальше у молодежи, мы его увидели. Большой блок вопросов был связан в течение года с организацией летнего отдыха и занятости детей. Подробно обучение Санатина докладывала об итогах летней занятости. Хочу лишь отметить, что в этом году организованными формами отдыха детей мы охватили на 85% от ребенка школьного возраста. Много это или мало, я считаю, что это достаточное количество, и это очень хороший показатель. Он чуть выше тех значений, которые ставятся в правительстве Красноярского края, но для города Назарова он привычен. Он складывается организованная форма отдыха детей из правопришкольных лагерях, это вот при школах, там 1322 ребенка и лагерь «Спутник». Я уже сказал о том, что мы передали из системы образования, из системы спорта этот лагерь, но не объяснил причину. Дело в том, что с выходом спортивной школы из системы образования и уход их в область спорта, такой услуги, как организация летнего отдыха, у них не стало, как услуги. И поэтому в 2019 году для того, чтобы загрузить его детьми, необходимо было провести торги. Мы все понимаем, как развивалась ситуация в 16-18-18-х годах с проведением торгов на эту услугу. Все торги со значительным снижением цены в услуге забирал лагерь соседей наших Ачинска. Согнал 15-25% снижения стоимости в год. И мы рисковали тем, что даже выделим деньги, которые мы выделили на организацию летнего отдыха детей, наши дети поехали бы отдыхать туда. Для того, чтобы обеспечить для них возможность самостоятельно организовать отдых, мы, посоветовавшись с Министерством образования Смоковской основанными обсуждали этот вопрос, мы приняли решение о передаче этого летнего спортивного лагеря из системы спорта в систему образования. Со спортивной общественностью, с тренерским составом мы эту тему обсудили, Дмитрий Викторович, совещание было, мы обсудили как плюсы, так и минусы такого решения, пришли к пониманию, что это решение на сегодняшний день является оптимальным. Иначе, мы просто подумайте, мы в прошлом году потратили на приготовку лагеря почти миллион. Это и пропитка стен, беззащитными растворами, там 800 тысяч рублей только стоило, и все остальное. Потратить столько денег и не получить ни одного воспитанника туда на лето, было бы неправильно. На сегодняшний день, понимая, что лагерь есть, нам Министерство образования выделило дополнительные финансовые ресурсы, и в этом году мы, собственно говоря, почти собственными ресурсами своими детьми заполним весь лагерь, все три смены, там месяц 30, наверное, да, Санадина? Мы заполним только детьми других территорий, которые бросятся к нам на отдых. Но традиционно мы будем реализовать три смены. К сожалению, реализовать четыре смены мы не можем по причине того, что корпуса у нас не отапливаемые, там холодно, там в мае еще лежит снег. Поэтому за организацию летнего отдыха в девятнадцатом году, ну, собственно говоря, я был спокоен. Единственный нюанс, который повлиял на прохождение этого отдыха, это была вынуждена эвакуация детей. Помните события 5 августа вечером в 18.30, от КЧС города Назарова ввела режим повышенной опасности, где это было решение об оплачивании этих летишек. Мы прервали смену. Смена была прервана на трое суток, и седьмого вечера, восьмого утром мы детей вновь завезли в лагерь и продолжили эту смену. Таком семь человек не выехали туда вместе со всеми. Тем не менее, это было уже не право, но условия для этого создали. На двадцатый год планы у нас есть. Среди последних задач, которые я поставил перед управлением образованием, это создание в образовательных организациях безопасных условий. Те события в детском садике, которые были в пару подвигли, собственно говоря, нас в понимание того, что нам необходимо разработать программу, либо в существующую программу внести изменения, чтобы за два-три года привести в соответствии с сегодняшними требованиями пропускной режим в образовательных организациях города. Их у нас много. Это и рамки, либо металлоискатели, это и лицензированные охранники. На все это нужно время, на все это нужно средства. Сделать это от поведомения волшебной палочки на сегодняшний день у нас, к сожалению, не получится. Культура. Все, что касается учреждений культуры. Сеть учреждений культуры в этом году осталось без изменений. Мы, собственно говоря, не занимались модернизацией существующего, действующего органа. Количество учреждений осталось прежним. Единственное, что мы ориентировали в этом году наше учреждение культуры на изучение и вовлечение новых практик в организацию работы. Жизнь поставит перед нами задачи, которые необходимо решать. Прежние формы работы, которые работали там 10-15 лет назад, больше не работают. Об этом говорят в районах Северского края. Об этом нас просят жители. И это сейчас, и здесь понимаешь, наша работа и культура. По количеству мероприятий, которые реализовались в течение года, мы идем с плюсом в районе 18-го года. Количество оплатных мероприятий у нас снизилось несколько. Но увеличилась финансовая составляющая. Вот эти мероприятия. Собственно, доходы, которые заработаны на Белепутерской культуры, они увеличены на 2 миллиона, составляют в следующий день 11 миллионов рублей. День и два было в прошлом году. Мы ставили задачу зарабатывать в хорошем смысле этого слова. И в футболе с культурой с этой задачей справилась. В прошлом году на докладе, в время доклада, я вам говорил о том, что за новогодние праздники, те же юбилейные, заработал почти миллион рублей на кинопоказе. В этом году... В этом году, к моменту организации кинопоказа, мы тоже мониторили эту ситуацию, у нас было два зала. Второй зал, который показывал фильмы, первым экраном. Второй зал, это был у нас «Энергетик», который, помните, мы за счет поддержки фонда «Кино за 5 миллионов» организовали работу и выстроили и вот, кстати, экран, зрительный зал, и очень качественное воспроизведение звука, как она сейчас организована, и все. То есть мы тоже его сделали кинопоказом. Вот там поделились жители на один зал и на другой. Я сам смотрел на новогодний праздник, как в этом зале кино. Мы не дотянули до миллиона. Там 800 тысяч рублей примерно от кассовый сбор, но при условии того, что с 10 часов утра до 12 часов наши учреждения, кинотеатры, работали в полную нагрузку. Меньше зрителей было в «Энергетике», конечно же, чем в «Юбилейном». Но по-прежнему к нам приезжают люди, первых ран, он это себе знает, и из «Ужуры», и из «Шариповой», и из «Ачинской», даже из «Кемеровской» области, для того, чтобы посоветить новинки вместе со всей Россией. Мы эту возможность для жителей города сейчас предоставляем. В этом году мы получили субсидии и реализовали на модернизацию детской библиотеки. Он, проект, который мы пробивали три года, он на сегодняшний день реализовал. Реализован в части новой формы, которую вы видите здесь, из библиотеки Льва-Толстого. Но был Капов Сергеевич Александрович, был замминистра. Мы говорим о изменении подходов к организации работы в этих пространствах, новых современных. Необходимо, чтобы они заработали по-новому. Первые шаги в этом управлении сделаны, но тем не менее, работа предстоит большая. В кинотеатре юбилейный мы заменили песла, создали более комфортную среду для посетителей. В энергетике отремонтировали кровь и выполнили технические вопросы, для того, чтобы повысить комфорт и доступность этих учреждений для жителей нашего города. Немаловажным фактором является то, что в 2019 году многие от школы искусств получили инструмент, пианино, прояль, 480 тысяч рублей. Стоит концертный рояль, сегодня он у нас есть. Не каждая территория может похвастаться таким замечательным залом, который есть сегодня у нас в школе искусств, и концертным роялем, на котором сегодня и фишки могут играть. Водороскультуру мы привлекли в этом году трех специалистов, которые приехали, которых мы тоже обеспечили жилье. То есть работа и трем специалистами, но улучшились на готовые условия. Поэтому работа есть, она культура не забыта, а по поводу финансирования, прошу обратить внимание к тем, кто говорил, что увеличение объемов финансирования по сравнению с прошлым годом на четверть. По счету увеличения финансирования. Следующий вопрос, который я бы хотел... Да, кстати, я хочу отметить, что ни одно из мероприятий, которые были брендовыми для нашего города, мы не упустили и не прекратили деньги. Мало того, за счет... Вот те коллективы, которые были у нас в 16-м году, все они продолжили свои существа, и там на 14,5 человек, у нас увеличился рост людей, которые оплачены вот этими вот формами занятостей. И улучшилась возможность доступа для маломабильных крупных населения. Более 40 человек, которые при виде сокращенных возможностей, взрослого населения, занимаются в учреждении культуры города Наскал. Социальная политика. Здесь прошедший год прошел под знаком передачи полномочий в муниципалитет, возврату, вернее, полномочий субъекту. Потому что в июне был принят закон Краснодарского края, 4 июня, который вернул субъекту те полномочия, которые раньше были наделены органами местного самоуправления. Вы помните, мы получали субсидию и реализовывали все эти полномочия. Что в 31-м законе у нас их не было. И с 1 января 2020 года город Назарова и ни одно муниципальное образование Краснодарского края, собственно говоря, больше таких полномочий не исполняет, не выполняет. У нас осталось только 2 полномочия из всего перечня, которые мы приняли на себя, мы носили изменение структуру, мы об этом говорили. Это перевод граждан, признание гражданам малоимущими и назначение выплаты в муниципальной пенсии. Это наша самоответственность. Пенсии мы 2 месяца уже выплачиваем, проблем нет. С первым вопросом то же самое. Все вопросы решены. 462 миллиона рублей. Всего было из них, наши были, 1 750 миллиона. Помните, куда они уходили. Это были муниципальные пенсии, 1,2 миллиона рублей. И вопрос, который мы решили в прошлом году, это почетные жители. Мы много собирались, много встречались, были встречи с почетными жителями. Мы им объясняли плюсы и минусы этого решения. Мы слышали мнение прокуратуры по этому поводу. И поэтому я считаю, что нам удалось решить этот вопрос. Сейчас, на сегодняшний день, у нас все льготники, Владимир Владимирович, вчера мне подтвердила это на совещании, все получают меры государственной поддержки, которые регламентированы, действующие в федеральном законодательстве. Все больше на муниципальном бюджете. Муниципальный бюджет не тратит ни копейки, больше на содержание данной категории граждан. Все остальные вопросы, они решаются за счет текущего содержания администрации города и подвесных их учреждений. Общая сумма средств, которые были выделены на меры социальной поддержки в течение года, 426 миллионов рублей. Я хочу отметить, что независимая оценка качества была проведена в данной отрасли, в декаду качества. Жители города смогли объективно оценить те услуги, которые они вам оказывали. И по тем данным, которые у нас есть, 25 марта 2019 года, 5 апреля, это декада качества проводилась, 99,78% получателей удовлетворены качеством предоставления социальных услуг. 96,7% считают, что качество предоставления социальных услуг у СССР улучшилось. На сегодняшний день в муниципалитете нет ни одного человека, работающего в управлении социальной защиты. Все они являются работниками краевого государственного учреждения социальной защиты. И на сегодня Николай Андреевич, на сегодня я понимаю так, заявление в налоговую по ликвидации управления социальной защитой как юридического лица сегодня будет уже в стадии завершения. Подписывается и направляется. У нас больше такого учреждения нет. И полномочия, ведь, и выполнены будут субъекты. Закончилась история социальной защиты в органе местного самоуправления в городе Назару. Закончилась она хорошо, хотя время от времени, честно говоря, даже вот сегодня, сейчас появляются люди, которые и о своих правах не знали, несмотря на хорошие показатели вот этих. Оказывается, и ничего не слышали о этих мерах, и о этих законах, которые на сегодняшний день есть. Мы это проходили и в общем, мы это видим, к сожалению, в социальной защите. Лукат не лукат, но, не менее, это данность сегодняшнего дня. Говоря о спорте и молодежной политике, я хотел бы отметить, что прошлый год был для нас знаменательным. Первое, это универсиад, и город Назарова принят по сильному участию в этом действии. Второе, это физкультурно-спортивный центр. Честно говоря, когда мы принимали ФСС в феврале месяце, это было год назад, мы полагали, что наши показатели по обеспеченности существенным образом изменятся в лучшую сторону. Но была применена другая низкая методика, что считать спортивными сооружениями. Поэтому изменение произошло в лучшую сторону. Но даже то значение, которое мы получили, 82-27, оно больше среднекраевого на 30%. То есть на сегодняшний день мы можем смело говорить, потому что город Назарова спортивными сооружениями по количеству обеспечен в должной мере. Можешь, чем все эти по красноярскому ходят. На сегодняшний день ФСС активно используется, хотя там тоже есть еще вопросы, которые не лишены. Финансированы, обеспечены в полной мере. 125 ребятишек занимаются сейчас единовременно в нем. За открытие ФСС позволило нам 70 человек занимаются подружественной гимнастикой и разместить в прекрасном зале, который занимается там. Мы провели в ФСС уже волейбольные турниры, адаптивные виды спорта. Фестиваль мы провели там осенью он станет у нас традиционно в городе Назарова. И много соревнований провели по теннису. Собственно говоря, это такая площадка, которая работает сейчас круглый год. Круглый год и каждый день, собственно говоря, она загружена. Первая половина дня есть вопросы, связанные с занятостью. Но я так думаю, что в этом году мы эти вопросы снимем для того, чтобы загрузить и первую половину дня, когда основная масса ребятишек еще в школах. в области спорта задачи на сегодняшний день стоят. То есть, у нас рабочую группу мы оцениваем перспективы, целесообразности и монет принятия муниципальной собственности спортивного зала на Курчатово, тот, который там стоит, остался от ЦКПО. Есть за и не, есть плюсы и минусы, все-таки это удовольствие не дешевое содержание спортивного зала, но тем не менее, я полагаю, что мы все-таки в этом году определимся с судьбой, потому что это спортивный объект, который нужно сохранять и использовать для жителей города. В этом году получили большие субсидии наши школы. Я просто хочу напомнить тем, кто не знал, 3 миллиона 178 тысяч рублей получили субсидии бюджетом на обеспечение спортивных организаций и муниципальных организаций обладательного образования, в последующих деятельностях. Мы их потратили на выездные мероприятия, переномочные сборы и кипровку спортсменов. Это дополнительно к тем деньгам, которые у нас заложены были в бюджете. Потом миллион субсидия бюджета муниципальных на поддержку спортивных клубов по месту жительства. То же самое на эти деньги приобретено было оборудование, которое осталось у нас в городе, используется в этом смысле полном значении. 2 миллиона 510 тысяч потрачено на выездные мероприятия, переномочные сборы и кипровку спортсменов, субсидия на развитие детско-юнажеского спорта и 575 тысяч рублей на привлечение специализированных транспортных съезд для перевозки инвалидов. То же самое здесь мы приобрели спортивный инвентарь, тренажеры для людей с ограниченной возможностями. Общий объем субсидий чуть меньше, чем в 2018 году, но тем не менее это значительные субсидии, которые приобретены и направлены на развитие спорта в городе. индикаторы качества и показатели. Все, что мы не делали, в конце концов, должно привести вот к чему. Для увеличения доли занимающихся по программам спортивной подготовки вы видите же, и к вовлечению жителей в занятия спортом. Для нас к 2024 году необходимо обеспечить, чтобы половина жителей города прямо или косвенно стали бы заниматься спортом. Позитивные сдвиги в этом вопросе я вижу. У нас растет количество людей, которые принимают участие в Лыжной России в осеннем кроссе. Если мы начинали с 200 человек в 2017 году, это на моей памяти, что я помню, 400 человек было в 2018 году, и сейчас уже более 500, это только по одному виду. Кросс, нации и все остальное, там тоже показатели хорошие. Тем не менее, задача стоит, перед спортом она поставлена, в обречение систематическое занятие физической культуры и спортом в производственных и трудовых коллективах. Значенное соревнование. О наших чемпионах вы знаете, здесь я ничего говорить не буду, Леру Хайдаровну и все узнали. По соревнованиям, которые являются лапочными бумажками по развитию отрасли спорта, в День физкультурника вошел в концертном зале города Красноярска на Дороженстве номер 5 и подвели итоги рейтинга Министерства спорта Красноярского края, где город Назарово занял второе место среди городов численностью менее 50 тысяч человек. В прошлом году мы были первыми в этом вопросе, в этом году мы вторые, но все равно это достойный результат и я считаю, что это то место, которое по праву мы занимаем. Я имею в виду первое, второе место. Невозможно каждый год занимать первое место. Нам об этом прямо и сказали. Второй вопрос, который я хотел бы, чтобы вы понимали. Команда наших спортсменов принялась участие в 12-х спортивных летних играх среди городских игрок Красноярского края, соревнования, которые проходили в Широпово, среди городов с населения менее 55 тысяч человек заняли первое место. Ветераны заняли первое место в спортсмене городов Красноярского края. Я считаю, что это тоже хорошие показатели и на ровном месте такие показатели собственно говоря не появляются. Говоря о молодежной политике, я хотел бы отметить, что общая сумма привлеченных средств в данную отрасль 2019 года стала более 20 миллионов рублей. Помимо тела и финансирования, которое ежегодно у нас традиционно закладывается. Город Назарова, как был, так и остался одним из, не одним из, а единственной территории, которая на юге и на западе занимается трудовым воспитанием, организует трудовый отряд старших классников. В эти организованные формы занято более 1000 человек, из них у нас в городе трудоустроиваются свыше 400 ребятишек. И этот год был не исключением. Мы были операторами, мы эту работу проводили и мы эту работу организовывали. Сезон прошел без срывов. У нас если проводить общую сложность с двух мероприятий, в этой части я уже оставлю трудовую занятость, она прошла своим чередом. А молодежная политика организовала более 250 мероприятий, которые приняли в участии более 6000 человек, оказала посильную помощь нам в решении вопросов опросов общественного мнения по комфортной городской среде. Я об этом скажу ниже. Считаю, что сработали неплохо, хотя некоторые результаты, честно говоря, меня не порадовали. Отдельно хочу отметить работу ресурсного центра и вот эти показатели. У нас в 2017 году было два сонда, которые лежали из изображения. Мы открыли пять. В марте месяце, в начале марта к нам придет руководитель агентства молодежной политики. Мы будем говорить о новых формах работы в этом направлении. И в этом году стоит задача еще две некоммерческих организации открыть для того, чтобы они работали на нашей территории. По всем показателям, характеризующим летнюю оздоровительную компанию, мы идем с плюсом по отношению к 2018 году. Вот трудовые отряды, 459 человек. И хочу отметить, что впервые среди вот этого студенческого отряда, который был в Красноярске, 25 человек были на ЗАРС, которые поехали, поработали, заработали. А вот движение школьников, о чем я говорил в системе образования. Вот здесь ошибка, 689 участников и 130 активистов режимов. Поэтому задача есть. Анатолий Анатольевна у нас поступило предложение тоже активно участок в модернизации молодежного центра Гигантина. Я его поддерживаю. И в этом году мы постараемся к этой работе приступить. Она рассчитана не на один год, тем не менее начинать ее необходимо. Говоря о социальной сфере, я бы хотел, чтобы мы посмотрели следующий слайд. Это уровень дистичности заработной платы. Вот национальный проект без задачи президента. Указ 2012 года, помните, после чего стартовали. Вот заработные платы 2019 года. ПАК. Вот процент исполнения. Обращаю внимание на два показателя. 98% это заработная плата педагогов. Фактически это данные на конец декабря, но в январе месяце они доведены до 100 за декабрь, за прошлый год. Это просто мы его не лукавим, мы говорим по статистике это прошло вот так. Фактически заработная плата условно в полном объеме 35 928. Вот это значение. У нас все идет с перевыполнением, кроме вот 99, вот видите, 114, 26 088. У нас среднее значение вышло по отрасли культуры, но и то мы считаем, что в этом году мы в юбори-февроле уже коррективу несем. Это было арифметическое, что называется, погрешность. Но тем не менее выполнение вот этих показателей стало возможным только благодаря поддержке края, направлении на эти цели финансовых ресурсов, которые мы дополнительно заработали. Хочу обратить внимание, что вы помните, что весь 19-й год люди судились, родники судились, Дмитрий Юрьевич здесь через прокуратуру судились и все на эти цели у нас послужено 21 миллион рублей, которые город выкладил. Из них, помните, по той формуле, которая была 30 на 70. 30 мы должны были испечить собственным доходом, поэтому 6,4 или 30 миллиона рублей мы потратили собственных денег на выплату по решениям судов. Все остальное нам дал правильный на эти выплаты. Поэтому я считаю, что в целом мы задачу по национальным проектам в части заработной платы мы ее в городе будем. Большим вопросом был вопрос представления жилья для жителей города Назарова. Он стал большим, потому что это была и программа переселения, он стал большим, потому что у нас на 17-й год я помню точно, у нас было более 50 квартир не заселенных, пустующих, за которые город оплачивал коммунальные протяжения. За два года работы мы сделали работают, вернее, сделали так, что у нас не использовали пустующие, осталось 17 квартир. Ирана на 17? Да. 17. На начало года у нас общий объем было 729 муниципальных жилых помещений, 693 на конец года, 36 помещений приватизировано. Все остальное стоит социальный найм, коммерческий найм. Те квартиры, которые требовали ремонта, были засильны. Мы 31 квартиру выделили людям в коммерческий найм заплату при условии, что они наведут нам порядок и будут жить. Цена до повышения, которое мы это было 7 рублей квадратный метр. То есть, если 18 метров 20 метров квартира, то 20 на 7, 140 рублей человек платил город, должен был платить город за найм, как по барьеру, что называется, брал. Плюс коммунальные протяжения. На сегодняшний день у нас ситуация вот такова, 17 квартир у нас пустующие, плюс 8 квартир вымороченная, которая находится в стадии подвешенной, над которой мы работаем еще. И мы вынуждены были, не вынуждены были, вернее, получили возможность в этом году участвовать в программе переселения. Много ходит разных приватолков. Я хочу отметить, что когда мы поехали защищать эту программу в августе 2018 года, я ехал в министерство с тремя письмами от разных застройщих продавствий, которые гарантировали нам к новому году строительство, ввод, для эксплуатации жилья. Либо к новому году 33 квартиры, либо к следующей осени там тоже было новое жилье. К сожалению, в первом июля, когда началась программа реализации, ни одного нового жилого помещения в городе застройщиков мы не получили. Поэтому мы приняли решение приобретать на вторичном жилое помещение и за основу взяли в 91-й год как рекомендовал и замечательная была программа. Когда мы провели дорогие, купили 8 или 9 квартир и потом аукционы оказались пустыми, никто не заявился. Чтобы продолжить работу, мы отменили это ограничение, программа нам позволяла и стали приобретать живое помещение хорошего качества, но стаж куда пустой. Поэтому в этом году, вернее, в прошлом году мы появились 45 квартир. От нескольких квартир мы оказались, там были истории разные, мы и УФАС обращались везде, но тем не менее у нас на сегодняшний день первый этап рассчитан на два года. Мы в течение первого года освоили финансовые ресурсы объявили 95% от тех значений, которые нам были доведены при плане 90. Считаю, что в Сармонтале очень хорошо. У нас есть один человек, который, не один, а их три, наверное, семьи, которые заявили желание получить жилье в Красноярске. В декабре месяце в искорках заявление было подняло поручение коллегам изучить вопросы, запросить предложения по городу Красноярск. Те компании, которые ответили нам, оказалось, что живое помещение выходят за рамки наших возможностей. У нас 40 с небольшим тысяч рублей было, а у них начинаются ценники от 56 и выше. Поэтому на сегодняшний день мы изучаем все еще возможность приобретения для некоторых семей, возможность в городе связки, хотя мы понимаем, что сделать это, наверное, будет невозможно. Поэтому, исходя из тех изменений, которые в декабре прошлого года внесены были, 32 статей Женщинного кодекса, но и в сентябре месяце, в первой половине сентября, извините, марта, в первой половине марта еще раз встретимся с переселенцами после семинара, который проведет Министерство строительства. Они сейчас в Москве на семинаре и едут рассказ, как правильно руководствоваться это нормы права. Затем мы изучим мнение тех, кто подлежит переселению в этом году и эту работу продолжим. По крайней мере, после того заседания комиссии, Сергей Александрович, которое вы проводили, я дал поручение коллегам, они объехали несколько семей, которые получили новое жилье, побеседовали с людьми, запуганы, лишены права голоса, недовольны жильем, которое они получили, мы не обнаружили. Вот это действительно сегодняшний момент. Хорошо. Идем дальше. Большим вопросом, останься еще здесь. Большим вопросом, вернемся к этому вопросу. Большим вопросом был вопрос из области обращения граждан, Лена Александровна, над которым долго говорила, о 86-м доме. Я бы хотел остаться на нем сейчас. Все вы знаете эту эпопею. В прошлом году мы получили положительное заключение экспертизы, провели, поговорили с губернатором, с министерством, добились выделения средств, провели через бюджет, заключили контракт. Честно говоря, я сам до этого времени позвали не буду. Поехали обследовать сам, прошел обследовать подвал, мы там были просто 3-4, наверное, мы обнаружили, что там все не так радужно, как рисовалось в начале, как есть в тех отчетах, которые вынесли, ложились в основу для проведения решений. Мы пригласили специалистов области строительства, нашли людей, которые работали на этом объекте, Сергей Ланч занимался этим делом, и установили, что дом уже подвергался лечению, что называется, фундаментом. Мы посоветовали с коллегами министерства строительства, и могла получиться ситуация, при которой мы могли бы начать работу, собственно говоря, дойти до того места, где под фундамент уже подливали, поль скоро этого нет, в техническом задании нет проекта, вы должны были остановить работы, а дом мы должны выселить, потом по новой вносить изменения в проект, проходить экспертизу. Вопрос мог затянуться на год. Поэтому мы заказали новое обследование у наших деловых партнеров, работа длилась больше двух месяцев, хотя, я замечаю, что все ручется пройдет, и в конце октября мы получили заключение о том, что дом подлежит сносу, ремонту он не подлежит. После этого приняли решение о расторжении контракта, который был заключен, и мы признали домом арене. Это улучшило, ухудшило наш рейтинг города Назарова в том рейтинге, который публикуется на карте Российской Федерации, потому что наличие такого дома со 118 квартирами, он неизбежно влияет на рейтинговые значения и не лучше строя. Но, тем не менее, здоровье и жизнь людей дороже, мы создали для рабочей группы, которая занимается отслеживанием состояния дел, две недели назад, по-моему, мы подписали распоряжение, по которому поэтапно определили порядок наших действий по переселению, потому что через подвал этого дома организовано питание и тепла, и воды. То есть, там много вопросов, комплексно нужно подходить к решению этого вопроса. Потому что, что значит закрыть этот дом и расселить его сейчас? Ситуация с речными стабилизировалась, маячки, которые мы повешили вновь после событий августа, они не ответственны, они молчат. Поэтому работу мы обозначили в правительстве Красноярского края тоже. На коллегии министерства строительства в январе месяце министр докладывая говорил о том, что в крае сейчас около 400 таких домов, находящихся в вареньем состоянии, и для них нужна отдельная программа. Потому что один муниципалитет выровно заработал с таким объемом работ, там, 118 квартир, 15 квартир муниципального жилого фонда, остальное собственность, плюс первый этаж неживое помещение, он не справится. По предварительным оценкам это более 70 миллионов рублей. Финансовое положение необходимо для того, чтобы, по крайней мере, расселить. Это очень приблизительное значение. Оценки мы пока еще не проводили, это этап следующий, который мы вот расписали. Тем не менее, мы понимаем и на всякий случай мы подготовили до поручения, мы подготовили фонд примененного размещения, так и что у нас есть. В случае, если вдруг, нам экстренно придется принимать решение по этому вопросу. Но вопрос не решается в течение одного дня. Анализ, я это особо еще скажу, анализ исполнения получателями социального жилья своей обязанности в оплате показал, что у нас жители социального найма оплачивают 57 процентов. Всего в свое время. Остальное, это копились долги. К сожалению, мы в этом году только пришли к пониманию того, что мы заскопорили рост этого долга. Вот той судебной практикой, вот этими вот вещами, а нет, не этими, там дальше будут еще слайд, мы более 3 миллионов просудили, миллион 200 мы ежегодно получаем, в приведетном порядке денег. И мы только-только сравняли значение начисления и уплаты, стабилизировали ситуацию. Я понимаю, что мы должны расти вниз. Задачу на этот год перед отделом Ирина Ивановна я поставил выйти на 70 процентов от собираемости. Потому что там есть профессиональные плательщики, которые не платят годами. Там цифры уже по 200 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. И таких достаточно количества. Необходимо ремонтировать жилье, создавать манерный жилой фонд, выселять их и дальше решать вопрос совершенно по-другому. Вопрос, кстати, очень большой и очень серьезный. Говоря о следующем направлении работы, я бы хотел отметить, что у нас очень много было сделано по благоустройству территории и городской комфортной среде. Но прежде чем говорить об этом, я бы хотел отметить, что на протяжении 19-го года мы провели инвентаризацию городских территорий, поработали активно с Министерством леса и мы одна из двух территорий в Краснодарском крае, которым Министерство Министерства Рослесхоз приказом, приказ Федерального Агентства лесного хозяйства Рослесхоза от 28-го и 19-го года оставил нам лесничество. Городские леса города Назара общей площадью 215 га. Ситуация достаточно интересная, мы работали, работали и получили. Теперь нам необходимо эту работу продолжать, положительный опыт есть, тем более мы ставили перед собой задачу включить состав городских лесов, леса на той стороне реки от Адымка, Бару, все эти лесные участки, которые есть там, потому что они были федеральными, собственно говоря, и находились, подходились в границе к муниципальному образованию. Плюс у нас наложили с Мазульским лесничеством по той территории, которая касается туристов из города Адымка, значительное наложение, без границ. Поэтому здесь работа с ней продолжает стану активно работать и работы очень много. Хочу отметить, что в прошедшем году мы провели большой блок вопросов, работали, связанных с разработкой схемы теплоснабжения. В городе она разработана и принята до 1937 года. Схема водоснабжения разработана и принята. Определены поставщики этих работ услуг, в одном случае это Назаровская Брюс, в другом случае это Водоканал. С вашей помощью, уважаемые депутаты, мы наконец-то внесли изменения в правила благоустройства города Назаров. Впервые мы установили границы прилегающих территорий как понятие для того, чтобы мы могли в течение года активно работать с собственниками для улучшения качества окружающихся и для ухода прилегающих территорий. Теперь у нас наукино-правовая база для этого создана. Остается только ее выполнять. Но в декабре месяце в соответствии с законом о гуманом отношении к животным установили места для выгула домашних животных. Тоже этого не было раньше. Сейчас у нас в городе это есть. Здесь это на сайте администрации. Все знают и понимают. Первый шаг сделать, дальше обустройство, оборудование этих мест, но легка беда начала. Хочу отметить в этой же части, что 2019 год стал первым годом, в котором мы реализовывали мусорную реформу. Помните год назад, с чем он начинался. Мы в январе месяце думали, заявляясь нам на выделение денег по площадке, либо нет, и приняли решение не выделяться, потому что реестра не было. Были двухэтажные мусорные контейнеры, которые кто-то нас представил за них, кто-то настаивал уберить. Мы эту работу провели. Мы убрали все доедины двухэтажные мусорные контейнеры в городе Низарова. Без копейки бюджетных средств мы заменили их на контейнеры, которые нам поставил региональный оператор. Он их поставил больше сорока. Плюс восемь мульт он поставил в члены подоговоренности. И плюс он сам посуществляет убор территорий, прилегающих к этим объектам. Мы на эти деньги не тратим ни копейки бюджетных средств. В этом году эта работа продолжается, но мы понимаем, что у нас в веществе уже восемьдесят одно место. Мы говорим о схеме организации уже обо всей вот этого процесса. И региональный оператор за счет своего, что называется, налога, он должен нам более сорока контейнеров в этом году поставить на обновление того парка, который есть. И мы по согласованию с ним оформили заявку Министерства экологии на выделение восемь и четырех десятых миллионов рублей на обустройство мест под эти площадки. И опять же, в бюджете мы на эти цели деньги не закладывали, полагая, что мы сумеем справиться за счет этих субсидий, которые мы оформили на решение. все места площадки размещения НТКО мы согласовали с Роспотребнадзором. У нас нет на сегодняшний день ни одной, которая официально включена в реестр без согласования с Роспотребнадзором. Работа эта продолжается. Хочу отметить, что ракоглагоустройство мы ставили себе в задачу и реализовали два проекта сквер Южный и сквер Ядовсев. По-разному проходили работы. Главное, мы верили в том, что он будет создан и он понравится жителям. В итоге и там, и там сквер пришелся к месту. При первом негативном отношении жителей поселка строителей к наполнению этого сквера по шести полугода собственно говоря когда приезжаешь мимо видишь, что дети играют, дети работают, да и сами жители уже привыкли и понимают, что сделано хорошее дело и нужно его развивать. То есть мы сделали первый шаг в этом направлении. Жители поселка Южного более активно включились в эту работу. Там уже и аллея кедровая появилась рядом и предложение уже есть по организации куличных пространств рядом с ним. Голки мы там поставили и так далее. Они введут перспективу и сами вкладывают силы здесь в реализацию этого проекта. Поселки строителей это все еще впереди. Хотя планы на это у жителей уже есть. Предложения уже вставили. Мы большую работу провели по определению объектов в область 20-го года Березового роща. Провели мастер-красу в область форумы целых областных мероприятий. Опросили более 9 тысяч жителей предложения у нас получились. Вот поэтому кто-то уже устал от участия таких мероприятий, но тем не менее они получились нормальными, полезными. И теперь мы понимаем на этой неделе заканчивается для понимания разработка проектной документации по этому объекту. И она перейдет в стадию экспертизы. После чего в мае-июне мы приступим к реализации этого проекта «Сквер Березового роща». В 19-м же году вместе с нашими партнерами компанией «Сурек» и «СБК» мы вместе с московскими архитекторами начали работу над «Сквером» под «Марину Ложиевым». В октябре месяце мы прошли все слушания в Министерстве строительства защиты перед губернатором Красноярского края. Проект поддержан. И на сегодняшний день остается там два дня или завтра в Сланкин. 28-го, 29-го в Тюмени подают итоги. Нам будет понятно. Коротко Зарова попал либо не попал в федеральный проект на весе 80 миллионов рублей. Но это работа того, 19-го года. Наша же работа была еще по одному объекту очень значимой. Это поселок Бор. Мы добились выделения средств на модернизацию памяти. Не памяти, вернее, площади и аллеи по улице Ленина. И второй вопрос. 26-го октября наш проект тогда он назывался рабочее название у него было «Солнце живет здесь». Он победил на конкурсе проекта. Нам опять же помогли москвичи вот этот проект. «Солнце живет здесь». И принято было решение выделения города Назаров 50 миллионов рублей. Это то, о чем в свое время мы просили губернатора о том, чтобы выделить это место, а после выделения. Сегодня мы провели торги. Стадия заключения мультивентального когда заключаем контракт на проектирование, потом экспертиза, и в этом году мы над этим проектом будем работать. Мы его должны 1 ноября завершить. Все это было начато в 19-м году, это работа 19-го года по обостройству. Хочу отметить, что у нас есть расположение, поэтому мы выбрали одну из улиц города, улицу Варбузова, на которой решили в этом году начать благоустроительную работу. Мы начнем с экспортирования проезжей части от улицы Борисенко до улицы Чехова с прилегающими территориями, с резонами, с зеленой травой, с новыми деревьями. И думаю, что на будущий год мы продолжим эту работу, приближаясь к центру города. И так поступает на заинтересный период, но и центральные улицы тоже так построены. Не забывай, конечно же, и у других. Проблема, которая у нас остается в этой части, она большая, это места отсутствия полигона, твердых коммунальных расходов и места для складирования отходов. В прошлом году, роман год назад, мы нашли временное место для складирования в районе Сильмаши. Сейчас мы тоже с коллегами посоветовались, тоже определили одно место, куда мы будем складировать обрезки, листу, обрезь древесины, ветки, сучья. Это тоже в районе завод Сильмаши. Мы определим это как временное размещение. Управление городским хозяйством является полномоченным органом администрации, который полномочен на заключение контрактов, реализацию полномочий, всяческое содержание, мощно-дорожные сети и всего комплекса вопросов, связанных, которые с хозяйством городского хозяйства. Для сведения скажу, объем закупок 2018 года, объем закупок 2019 года он не соизмеримый выше. При этом экономия была тоже совершенно разная. В этом году, вы все помните ситуацию с дорогами, мы долго не могли проторговаться по разным, по их независимым от нас причинам. Но тем не менее, проторговавшись на 2019 год, начали торговаться на 2020 и 2021 год. В итоге на два года данный заключен, работы выполнены по ремонту дорог, по основному монтажу. У нас до сегодняшнего дня неоплаченная работа на 2,1 десяток в период перед фирменным подрядчиком из-за того, что входит оба экспертизы, которую провела лаборатория Кудора, эти дороги не дошли по качеству. Поэтому в будущем году мы ему предлагаем либо переделать, либо устранить эти обстоятельства для того, чтобы мы могли эти работы оплатить. На будущий год у нас эта работа тоже запланирована. В объемах, все считает, пожалуйста, в объемах работ, там цифры, цифры дальше, я сама скажу, в области дорожного строительства. Ну а пока 19-й год, в конце года, в начале декабря мы заключили дорогоселевский контракт. Работу над ним мы начали с февраля месяца, в течение года от этого проводилось много встреч, много подрядчиков. Компания одна помогала в разработке проекта, потом приехали эксперты из города Красноярска, из другой компании, они перепровеляли расчеты всех, которые у нас были сделаны. В итоге мы сошлись на понимании того, что его реализовать необходимо. Регионоператор зашел серьезный, федеральный. Работы в настоящее время начали выполняться с 8 или 10 февраля. До конца апреля, я думаю, что все эти работы по этому контракту будут выполнены. Те работы, которые выполнены уже, они, собственно говоря, нам нравятся. Все эти годы получили хорошие, понимая, что мы получим экономию от этого контракта и надежное освещение будет с нашего города. Впервые за лет 10, наверное, на экономию от торгов, за счет тех 17 миллионов, которые были, мы выполнили работы по ремонту. Нет, мы закладывали в бюджете эти, да, Ирина Ивановна? Мы отремонтировали три квартиры под на эти деньги. Сейчас их 17, которые надо ремонтировать, но мы начали эту работу. Выполнена работа по строительству городского кладбища 1 гектар. У нас есть там 369 метров. Дорог. Впервые разработана комплексная схема организации дорожного движения. Край выделил деньги, помните, мы эту работу провели. Сейчас у нас есть понимание, как это у нас движение в городе должно быть организовано. Хорошая настольная книга для работы. Выполнен светофорный объект Карломарса и Советская. И я бы хотел отметить, что впервые мы отремонтировали или пробили, не отремонтировали коллектор по улице Чекова. Помните, мы его вскрыли, он не чисто в столе, 10, наверное, он забил полностью. Вера вынужденная, мы хотим отвезти воду от 86-го дома, от военкомата вот туда вниз. Потому что не исключено, что причиной аварийной ситуации на 86-м доме был как раз не отвод от фундамента этого дома, а потом промерзание грунтов и процесс включения. Поэтому мы вынуждены были эту работу в прошлом году провести и организовать. Дальше ямочный ремонт. Много внимания и сил в 19-м году мы уделили вот объемное обозначение и показатели. При тех же финансовых ресурсах, которые выделялись в 17-м и 18-м году на эти цели, нам удалось сделать больше ямочного ремонта. Вот, видите, значение. Были нарекания по качеству, были нарекания по объему, но тем не менее, я понимаю так, что выполнить качественно со снятием полосы, как это мы сделали в гарнике у нас в этом году, в условный ремонт, мы не можем. Либо мы потратим все эти деньги, которые есть у нас, но сделаем там полкилометра. Вынуждены выходить на дороги и латать заплаткой. Мера вынужденная, но необходимая. Хочу отметить, что по всем программам, которые реализовывались в области лично-коммунального хозяйства, в области общественных пространств, показатели выполнения очень высокие, 97-95%. Одна программа у нас с выполнением 85%. Женщно-коммунальный охоткомплекс. Там вопрос стоит в том, что мы не довыполнили это значение, потому что там были краевые деньги и вместо невыполнения составило там порядка 11 миллионов рублей. Связано это с тем, что 7 миллионов рублей мы выплатили в виде выпадающих, в 5 виде выпадающих доходов, планировалось 15 выплат. Но фактически сложилось 7. Мы 7 должны были вернуть в бюджет Краснодарского края. И 2 миллиона 800 тысяч рублей это экономия торгов, краевых денег, которые мы не имели права направить на другие цели. Но их тоже вернули. Остался остаток, там у нас 700 целых тысяч оплаты электроэнергии за город, который потреблен был в декабре, электроэнергии счета выставлены в январе. Поэтому формально на прошлый год не исполнение, но фактически мы понимаем, что мы эту электроэнергию оплатили в январе. Все остальные виды объема работ мы выполнили в полном объеме по этому направлению деятельности. Следующий слайд. 131 федеральный закон, 16 статья, определяет полномочия урал местностного управления решение данного вопроса как создание возможностей, создание услуги, поддержка для тех, кто занимается бизнесом. Город сам не создавал никакого бизнеса нового. Все вы знаете, ситуацию с новыми, у нас живой один остается в стадии вон просто. Между тем, мы активно помогали и помогаем всем предпринимателям, предпринимателям, которые расположены в городе Назарово, для получения мер финансовой поддержки. Вот видите, вот у нас в этом году мы там 1,2 миллиона рублей два индивидуальных предпринимателя, один тесто-месы, все, что связано с выпечкой, в другой автотранспорт и компенсация расхода связанных с привлекением техники. Потом мы проучили на нескольких площадках по социальному предпринимателю мы получили вот социальному предпринимателю мы проучили здесь, ознакомили с увеком нашего предпринимательства с теми возможностями, которые открывает Енисейская Сибирь для участия. Мы проучили предпринимателей силами привлеченных специалистов, учили их и здесь в администрации, учили их, ДК собирали на разные семинары и форумы, для того, чтобы они понимали, как они смогут привлечь свои возможности для того, чтобы создать новые рабочие места. Приятно порадовало рост объемов производства и видите, вот это значение промышленности города, это просто объемов обрушенных товаров. Они выросли по уровню 18-го года на 13% ценового выражения. К сожалению, есть тенденция, которую нам не удалось переломить и не от нас зависит, когда в части территории предприятий остались долги по заработной плате, перевод работников в трудовых договорах на договоры гражданского правового характера и так далее. В этой части работу мы проводили вместе с прокуратурой, проводили, приглашали их туда, но тем не менее работы там очень много и она большая. Но хочу отметить здесь вот этот аспект, обратить на него внимание, образовательный. СУЭК-СГК позволили нам обучать наших предпринимателей социальному предпринимательству. Это реальная работа и реальная помощь. У нас есть проекты, которые будут работать уже в этом году на территории города Назарова. За этим большое будущее. Я хочу отметить дальше бюджетная политика, то, с чего мы начинали. Здесь я хочу несколько слов сказать вот о чем. Вот показатели. 17-й год. Вот долг, с которым мы вступили в этот год 55 миллионов рублей. Долг попринят. 22 февраля мы этот долг погасили ровно год назад. Теперь у него он будет. Мало того, в прошлый год мы закончили с профицитом в миллион сто тысяч. В этом году профицит бюджета по итогу финансового года составил 4 миллиона рублей. Я считаю, что это неплохой показатель, который характеризует ту работу, которую мы проводили в течение года по оптимизации наших расходов и по наращиванию доходового потенциала в следующих числах, пожалуйста. Вот в разрезе налогов и оскорбления. Здесь мы видим в этой части у нас все положительные значения от до этого. Государственная пошлина изменила законодательство и сейчас государственная пошлина и стала поступать в бюджет-субъект. Поменяя нашим местным бюджетом. Платежи преиспользуют природными ресурсами. Они уточняются, платятся до нового года, потом уточняются. Поэтому подряд коэффициент будет корренироваться. примерно он на уровне на уровне нет, он будет меньше прошлого года, но тем не примерно будет в районе 4. Вот это значение. Но там будут перерасчеты. Это еще вся работа в трене. Доходы от продажи активов. Мы их меньше планировали продавать. План по продажам он был на 100%. Мы их просто меньше продавали, чем в 2018 году. И штрафы, санкции, возмещение ущерба. В прошлом году многие предприятия были оштрафованы не нами, доходы поступали вместе в бюджет. В этом году просто такого количества штрафов нет. Там одно предприятие на 200 тысяч было оштрафовано, три предприятия на 800 тысяч рублей за правонарушение. В этом году просто таких больших штрафов у нас нет. И доходы от доказания платных условий у нас значение положительное. В целом я хочу сказать о том, что большое роль и значение у нас сыграли налоги на НДФЛ и налог на прибыль, которые отразились в этом значении. Мы поработали больше, чем в прошлом году. И следующий слайд. Работу мы проводили в рамках комиссии, которую мы, и плановые мероприятия, которые мы разрабатывали в начале года, реализовали в течение всего года. Собственно говоря, 13 комиссий, 13 заседаний комиссий, вот бюджет, что поступило, активизация деятельности комиссии на вознаграждение на труд, мероприятия по выявлению собственников недвижимого имущества, березовая роща, работают и проводили, заключались договоры, рекламная конструкция, взыскание задолженности, это сами наим, вот эти значения, вот то значение, что мы студентом порядка взыскали. Следующий слайд, пожалуйста. Вот независимая оценка. Это данные с сайта Министерства финансов Краснодарского края. Пожалуйста, посмотрите. Это Минфин оценивает земельно-имущественное отношение, мероприятие муниципалитетов. Наше место пятое в рейтинге. В семнадцатом году мы были сорок трети по этому направлению работы. Сейчас из-за того, что эту работу, которую мы реализовали в течение года, приняли в течение двух лет. В прошлом году мы были семнадцатыми или восемнадцатыми, в этом году мы подняли строительный рейтинг. Вот нижняя часть, вот верхняя. Я считаю, что в целом комплексы, специалисты по этому направлению сработали достаточно хорошо, хотя работы еще предстоит. Очень много. Следующий слайд. Вот динамика прослушившей задолженности, той, которая была у нас по годам. Вот динамика девицита-профицита, мы вышли в положительную зону, и динамика муниципального дома, он сошел на нет. Я считаю, что мы за два года, за девятнадцатый, за восемнадцатый, за девятнадцатый год, создали надежную основу для того, чтобы дальше, собственно говоря, расти. Мы прекратили падение. Тот долг перед региональным фондом ЖКХ, который у нас был в объеме девяти миллионов рублей, мы проплатили и текущие платежи в полном объеме, те, которые собрали. Мы заплатили долги в прошлых лет, мы заплатили более пяти миллионов рублей. На сегодняшний день, на совещании, которое сегодня было с одиннадцати часов, наш долг составляет основной долг, тело долга, миллион семьсот основного, миллион триста, это проценты, которые мы платить не будем в дропровольном порядке, и два с половиной это по другому направлению. Я думаю, что к концу этого года, начале следующего, мы выйдем на стопроцентное погашение всего этого долга, и наконец-то выйдем вместе со всеми муниципалитетами на стопроцентное исполнение своих обязательств. Напомню, начало восемнадцатого года мы были с собираемостью десять процентов. Самая последняя позиция в рейтинге муниципальных образований в Санкт-Петербурге. Хорошо, дальше. Мы вернулись к тем задачам, которые были в конце прошлого года мной озвучены. Итак, работа, сокращение и создание новых рабочих мест. ГМНУ, предприятие единственное, которое серьезно подросло за прошлый год. Я просто вот так на цифрах скажу, 146 тысяч рублей налоги платили в 5, а сейчас миллион 60. Это фонтоплата труда нашей новой. Для предпринимателей, которые работали, которым мы помогали, в них тоже были рабочие места, обязательные услуги. Мы работали в части тех компетенций, которые у нас есть, наши полномочия. Мы по этому поводу сработали, считая, неплохо. Образование, культура, их достижения. Мы об этом говорили. Качество то, которое есть, самодостигнут. Заботы и внимание старшему поколению. Много силы внимания этому вопросу выделяется. Но время от времени появляются ситуации, где опять не досмотрели, забыли, невнимательно отнеслись. Это работа, которой надо заниматься постоянно. Мы эту задачу, мы работаем над ней, мы берем в этот год. Все объекты, которые мы планировали, помните, с вами вместе, мы их реализовали. Общественный контроль при всех этих объектах был на стадии и строительства, и сдачи в эксплуатацию, и на сегодняшний день он есть. Муниципальное имущество. Значение, которое я вам показывал, кто независимо, оно говорит о том, что мы неплохо поработали, но вопросов еще много. Два больших вопроса, которые я сейчас буквально низко слов им посвящу, это концессия. Это вот вопрос вот этого порядка. Совершенствовать систему управления. Мы несли изменение в структуру, управление администрацией, начали работать с системой наших образовательных организаций. Это вопрос вот этого порядка. Мы работаем, совершенствуем, ищем, мы не остановились, мы движемся. Повышение эффективности деятельности в муниципальных учреждениях. Те мероприятия, которые мы проводили в системе образования, они направлены в первую очередь на повышение эффективности использования бюджетных средств, которые есть у нас, площадей, помещений, человеческого потенциала, которые относились в образовательных организациях. В феврале кадрового резерва мы приступили. Работа идет крайне сложно. Хочу отметить, что из администрации в учреждении нам уволилось за год почти 19 человек. Объем заработной платы и те требования, которые мы предъявляем к работе, зачастую ставят чеки перед выбором. Либо соглашаться, либо опонять. Многие уходят. Но, тем не менее, мы существенным образом обновляем аппарат администрации. Я вижу в этом необходимость, потребность и добрый знак. И общественный контроль. При приемке всех общественных территорий, дорог, у нас состав комиссии всегда включается представители общественности. Даже по тем проектам, которые мы сейчас начинаем реализовывать, рабочие группы, у нас во всех группах есть представители общественности. Этому направлению работы мы посвятили много времени, сил. Мы понимаем, что это нужно, что это важно. Мы работаем для жителей. Обращение граждан. В этом году количество обращений в том, как главе, есть смысл, если их было в 70-м в прошлом году, в этом году их в 160-м, по-моему, у меня есть точная цифра, я сейчас ее уточню. Но тем не менее, основной темой обращения были вопросы ЖКК, жилье, коммунальные платежи, освещение, мусор. Эта тема мусорная тема была особенно актуальна весной, в марте, апреле прошедшего года. Тем не менее, по всем обращениям старались работать. И тема 86-го дома, она как раз своими корнями лежит вот в этих обращениях. Мы провели весной и осенью более 20 сходов с жителями. Мне дали цифру, что там было около 1000 человек. Я не проверял, не считал, но считаю, что их было достаточно. Мы проводили сходы в Бару, в поселке строителей. Тем не менее, я считаю, что в этом отношении мы провели большую работу. Потому что, помимо прямых сходов, мы привлекали жителей в виде опросов на урбан-форум, которые проводили и в Бару, и в поселке строителей, и в городе Назарова. Работа получилась большая, серьезная, комплексная. Уважаемые депутаты, то, о чем я сказал, результат, да, кстати, на 2020 год. Мы грубо направлениями работы, все те направления, которые были в прошлом году, мы их оставляем себе в работу, потому что там точку ставить нельзя, но мы ставим новые задачи повышения качества жизни жителей города Назарова. За основу мы берем данные национального проекта, о которых я сказал. Заработная плата, показатели вовлеченности и так далее, и так далее. Вовлечение гражданного решения вопросов местного значения. Мы, практика последних месяцев показала, что жители очень активно начинают включаться во все процессы, которые происходят в городе. Мы для них работаем, мы хотим слышать их мнение. Мы их включаем во все рабочие группы, во все органы. Поэтому это генеральное направление, и мы ему будем следовать. И развитие городской инфраструктуры. Элементы, я уже сказал. У нас на этот год большие планы. Это и аллея воинской славы, это и березовая роща, это и поселок Бор. Это еще много-много проектов, которые мы будем делать, заделать на будущем. У нас конкурсная процедура у нас в этом году, там, ну ладно, я это уже отдельно рассказывал. Впереди большая серьезная работа. За проделанную работу я хочу поблагодарить вас, уважаемые депутаты, за то, что поддерживали во всех начинаниях, которые были. Честно говоря, ни одной темы, которую бы мы не вынесли на заседание городского совета, собственно говоря, вы не отказались обсуждать, и практически по всем вопросам вы нас поддержали. За это большое спасибо. На те критические замечания, которые звучали от вас, мы старались реагировать адекватно, быстро, оперативно, когда это получалось, когда не получалось. Но если такие вопросы есть, давайте будем думать вместе, как найти решение этим вопросом. Спасибо за совместную работу, и будущий год будет тяжелым. Мало того, этот год будет в памяти. Он будет еще значимым в связи с тем, что мы будем праздновать 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Будут впереди референдум, выборы, не выборы, вернее, а голосование за поправки Конституции. Работы предстоит много, тем более, что там и программа переселения, и в этом году, кстати, наша территория будет принимать семинар итоговый ГОЧС, который был в прошлом году, кстати, на котором деятельность администрации города была признана лучшей, мы стали победителями в конкурсе, который проводил по всему праздновому краю. Поэтому работы предстоит много, она разная.